Газета «Эврика» Газета «Эврика» Газета «Эврика» Газета «Эврика» Следующий материал — школьный переполох. Все уже знают, что начался новый учебный год, и начался он не очень приятно. Я бы даже сказала, все наши страхи, так скажем, и обсуждения как-то не увенчились успехом. Мы пытаемся разобраться, что же ждет вообще наших школьников, элементарные вопросы, поскольку будут идти уроки. И вообще, будет ли пятидневка или ее не будет, никто не может нам дать ответа какого-то правильного, нормального. Так, казалось бы, такие легкие, элементарные вопросы, они вот как-то выпадают. Которые мы знали, да, с первого класса, сколько будет идти урок, сколько будет идти перемена, хватит ли учебников на всех, какие будут учебники и так далее. Элементарные вопросы. 4 сентября, придя в школу, и причем не в одну, Антон, мы обошли буквально на районе около четырех школ, и нам никто не мог ответить внятно вообще, будет ли в субботу учиться ребенок или не будет. Ну, казалось бы, такие вопросы, которые должны знать, наверное, и в Горано. Но, ну, и Горано пока как-то вот увиливает от вопроса, но сказали, что они это дело так не оставят, обязательно нам ответят. Они никогда это дело так не оставляют, но почему-то оно остается всегда так. Нам остается только ждать, ну, а, конечно, все вот эти вот такие курьезы, скажем, касающиеся учебников во всех социальных сетях родителей, можно сказать, бастуют уже по поводу того, что что творится вообще в книгах, в учебниках, вы можете прочитать в новом номере в материале «Школьный переполох». Следующий материал отработал приемы. Это из зала суда материал. 37-летний тренер по кроссфиту, достаточно такого серьезного телосложения спортсмен, убил мужчину, который ему, можно сказать, вот перегородил путь к дому. Спортсмен вернулся домой, и когда на лестничной площадке обнаружил мужчину, ему как-то вот это не понравилось, и он просто его скинул с этажа, с шестого, вниз по лестнице, волочил его, избивал, и, конечно, вот сестра погибшего Арстана не может сдержать слез, и пытается разобраться, и хочет, конечно же, справедливого какого-то решения суда. Ну, мы, конечно, на это надеемся, и будем за этим следить. Зона рискованного акционирования. Владислав Кожухарь пытался разобраться, что ждет в будущем сельскохозяйственные компании. Дело в том, что им удалось пообщаться с местными аграриями, которые говорят, что, собственно, такой сложной ситуации в сельскохозяйственных компаниях нет. И климатические условия позволили рассчитывать на то, что урожай будет хорошим. Однако вот на казахстанской бирже существует такая вот неурядица, я бы даже сказала, финансовая. Дело в том, что акции некоторых компаний падают. И вот как это отразится на нас, простых жителей, вот пытался разобраться в этом Владислав Кожухарь. Я думаю, что это будет очень интересно. Новая школа, первый звонок. Мы затронули тему школы не только в таком негативном ключе, но и в положительном. Я думаю, многих школьников порадовала новость о том, что в их районах появились новые школы. Это в Батыс-2 две школы, в старой части города и в поселке Нокино. И вот 2 сентября было открытие, на котором мы присутствовали Акимы и города, и области. За гранку, за дипломом. Материал корреспондент газеты наш подготовил и затронула его тема так. Почему все-таки актюбинские наши выпускники уезжают из нашего города и вообще в целом из Казахстана уезжают за границу и хотят получить, ну вот так скажем, в ближнюю заграницу, получить российские дипломы. Почему они не остаются, какие причины, вот чем их так отталкивают наши местные вузы. Касается ли этот вопрос только финансовый или же какие-то вот подоплеки есть в качестве образования. Вы можете узнать, дорогие читатели, если прочитаете материал в загранку за дипломом. И юрты в 40 этажей. Вдохновилась Ксения Вишенина передачи «Орел и Решка», ведущие которой приехали в Астану на Экспо. И вот после выпуска передачи, где они не очень лестно, так скажем, отозвались о казахстанских традициях и национальной кухне. И вот Ксения Вишенина хотела разобраться, вот в каких еще кинофильмах или передачах как-то затрагиваются какие-то казахстанские стереотипы. Вот какие вообще существуют эти стереотипы. И, конечно, она их развеяла в пух и прах. Я думаю, что это будет очень интересно. Уильские бизнесмены верят в свой успех. По программе Палаты предпринимателей от Амикен, которые создали определенный проект «Бастал бизнес», который позволяет обычным сельчанам открыть свой бизнес, свое любимое дело, которое будет приносить им прибыль. И очень интересно, что среди этих предпринимателей есть молодые люди. Например, вот девушка 23-летняя Акнур Газизова, которая открыла свой частный садик. Но это очень интересно, тем более, что в поселке это будет первый частный садик, и он сразу на 50 мест. То есть это явно решит проблему. Вы знаете, самое интересное, что в этом проекте есть не просто молодые люди, но есть и очень старые люди. Взрослые. 47 лет самому, да? Нет, 66 лет. Еще больше. Человек, который вышел на пенсию, открывает сейчас и сегодня, он защищает свой проект, он в Шалкаре открывает свой макаронный цех. 66 лет человек, нет бы сидеть спокойно на берегу озера Шалкар, попивая кувас или кумыс, и проживая осень своей жизни. Нет, он решил открыть свой макаронный цех и заняться бизнесом, который, в принципе, поднимает еще и социальный уровень этого района. А вот в Уильском районе самый взрослый бизнесмен, 47 ему лет, и вот он решил, он просто таксовал, вот как-то решил заняться делом этим серьезно, и открыл свою целую службу такси. Ну это, конечно, здорово и приятно осознавать то, что сегодня сельчане знают, чем им заняться, и более того, не просто знают, а знают, как это им принесет прибыль, а не только пользу другим сельчанам. Следующий материал. Мы же не в коммунизме живем, правда? Именно с таким вопросом Нурсултан Назарбаев обратился в своем выступлении на открытие очередной сессии мажориса парламента. Он затронул достаточно серьезные вопросы и проблемные для сегодняшнего Казахстана. Все мы их рано или поздно или отражали, или будем еще отражать. Это касающиеся медицинской страховки, законов и тех законов, которые, к сожалению, народ не понимает. И об этом вот и говорит наш президент о том, что все-таки нужно разъяснять народу то, что вы вообще принимаете. И вот некоторые такие указания и достаточно интересные вещи. Я думаю, что для вас, читатель, это будет очень не просто интересно, а даже полезно. Следующий материал. Владиславу Кожухарю повезло, и он отправился у нас на отдых в Египет, но он поехал не просто отдыхать. Если такая поездка была очень полезная, он хотел вот понять, какой отдых у туристов. И вот в этом номере его материал, их тендер номер один, он попробовал себя в роли дайвера. И вот с какими страхами приходится сталкиваться простому человеку, достаточно непрофессиональному, конечно, вот в этой области, когда приходится вот рискнуть на этот шаг. Ну, я бы, конечно, не рискнула, наверное, может быть, я не такой рискованный человек, но очень интересно послушать и прочитать, точнее, впечатления Владислава о том, вот как это погрузиться на глубину моря и узнать вот какой-то новый тайный мир. Спасибо большое. Я думаю, все это и еще очень много интересного в этой газете, в этом номере смогут узнать наши телезрители, наши читатели, купив газету «Эврика». Ну, а мы встретимся в следующий четверг. До встречи.